Путь перемен, развитие сфер сельского хозяйства, здравоохранения и культуры, обеспечение качественного образования детей, а также безопасности населения в целом. Эти и ряд других вопросов рассмотрели на расширенном заседании Бюро Полицсовета с участием главы региона. Амандык Баталов лично проинспектировал ход реализации республиканской и областной дорожных карт. Подробнее в сюжете. Достойную жизнь каждому. Под таким названием в регионе осуществляют предвыборную программу партии НРОТАН. Она предусматривает семь направлений, призванные охватить все сферы социально-экономического развития области. С момента запуска проекта прошло восемь месяцев. Работы за этот период проделаны достаточно, правда, не обошлось и без некоторых трудностей. Республиканские дорожные карты из 28 индикаторов, 27 у нас исполняются, имеется риск недостяжения одного индикатора. Это увеличение объема инвестиций в основной капитал до 811 миллиардов тенге. За весь месяц привлечено 37 миллиардов тенге и летит 45,6% в газовом плану. На сегодня сумма подтвержденных инвестиций составляет 275 миллиардов тенге, неизвестующий объем 166 миллиардов тенге. По этому управлению предпринимательства необходимо еще раз отработать совместно с таким районом городов и искать все резервы. По словам спикера, из 165 запланированных мероприятий есть риск неисполнения 10 из них. В свою очередь глава региона изучил каждый из представленных пунктов и заслушал отчеты ответственных лиц, в частности Акимов-Аксусского, Панфиловского, Янбекши, Казахского и Сарканского районов. Он поручил им разобраться по каждому из направлений для того, чтобы исполнить работу качественно и в срок. В большинстве строительных проектов, сроки реализации которых отстают по графику, задействованы малые, известные, неопытные подрядные организации. Этот факт Амандык Баталов подверг жесткой критике и пообещал взять всю работу в ежовые рукавицы. Ответственным лицам в составе курирующих заместителей и ведомств, отвечающих за качественное исполнение проектов, Акимов-Аксусский поручил предоставлять еженедельные отчеты о проделанной работе.